Здарова шофера! И мы продолжаем играть в ОМСИ БАЗ Симулятор 2. И в этом видео мы прокатимся по обновленной карте Чистогорска версии 0.9 на недавно вышедшем автобусе ПАЗ 32.04.02-05. Ну и перед тем, как мы начнем небольшой обзор, естественно, как я и говорил, возвращаю рубрику ТОП-комментарий. И топовые комментарии вы видите сейчас на своих экранах. Чтобы попасть сюда, пишите ваш, собственно говоря, комментарий, который я выберу и добавлю именно сюда. Ну что ж, переходим к автобусу. Немножечко погодка сегодня у нас не шепчет, гроза, уже что-то близкое к осени, полу какой-то туман, дождь, ветер. В общем, жесть какая-то полная. Наш ПАЗик выглядит примерно таким образом. Немножечко ржавенький, жухленький, старенький. Имеется несколько раскрасок, которые вы можете посмотреть, скачав данный мод. Естественно, ссылочку я оставлю в описании. ООО Питер Авто. Ну, допустим, автобус нам дали, пригнали из Питера. Закупила наша компания Чистогорск Транс Авто. Предположим, наклеечка ПАЗ. Ну, достаточно качества. Не Ахти вблизи, но издалека вполне ничего. Маршрут будет 41-й. Поедем мы с улицы Школьной до улицы Хуторской. Таблички уже идут с автобусом. Идут они для карты Чистогорск, для карты Новосибирск и для карты, по-моему, ЩЕЦИНА, на которой мы катались в прошлом видео. Можете посмотреть это видео. Тоже ссылочка будет по аннотации и в описании под видео. Собственно говоря, интерактива никакого нету, за исключением водительской двери. Но из внешки, в принципе, автобус мы разглядели. Давайте переходить за руль и смотреть, что у нас есть там внутри. Итак, мы в салоне. Закрываем дверь. Так, где, как она у нас тут? Вот так вот закрывается. Дождик, чтобы нам не мешал сильно. Начнем давайте, ну, как обычно, с минусов. Из минусов сразу, что мне не нравится. Это текстура на руле. Немножечко какая-то она чересчур ярко. Из-за этого видно пиксели. Но, опять же, вблизи, конечно, это стрёмно. Но издалека не так. Я считаю, лично я считаю, я опираюсь лично на свое мнение. Вы можете считать совершенно по-другому. Я бы немножечко подзатемнил. И вообще было бы супер-классно здесь. Здесь текстурка огонь. Мне нравится. По стойке у нас примерно то же самое, как и по потолку. Но, в целом, нормально. На это можно не обращать внимания. Версия автобуса, опять же, не финальная. И автобус будет дорабатываться. Будет выходить обновы. И автор, возможно, все это поменяет. Здесь тоже многоугольник получается. Такой не очень это тоже. Но, в целом, когда едешь так, ты этого угла и не видишь на самом деле. Давайте проверим шторку, что ли. Так. Давай опустим ее. Ну, она состоит из двух частей. Не критично. Хотя бы она вообще есть. И она вообще работает. Здесь у нас табличка получается. Наверное, она даже подсвечивается, потому что какой-то а-ля провод туда все-таки идет. Вот зеркальце. Ну, в целом, все неплохо. Мне нравится. По водительской стороне у меня больше, ну, нет до чему докопаться. За исключением камеры еще. Камера мне не нравится. Или я-то сам руль так расположу. Неудобно. Рулевая колонка сама. Опять же, возможно, все закос под реал. Под реал. Ну, приборов не видно. Ну, хотя бы, хотя бы так. Хотя бы так. А в целом, приборы красивые, хорошие, хорошо выполнены. Круглые, что мне нравится. Чуть-чуть, конечно, угольные. Но это вблизи. Вблизи никто все равно не ездит. Все ездят примерно на таком расстоянии. Что ж, давайте перейдем в салон. Нет, вообще, давайте запустим этот автобус. Уже пусть он прогревается. Поворачиваем ключик. Давайте сцепление выжмем на всякий пожарный. Так, не понял. Передача, может, стоит. Чуть не могу запустить его. Странно, запускался всегда. А, понятно. Неправильно крутанул ключик. Звуки хорошие. Звуки вполне неплохие. Так, давай, дворнички пусть немножко поработают. Начнут счищать. Нам уже скоро отправляться. Давайте и свет включим сразу. Пусть у нас все разгорается. Все лампочки. Вообще все включим нафиг. И в салоне свет давай включим. АБС не будем трогать. Главное потом не забыть выключить. Немножечко пролагало. Печки не будем включать. У нас за окном примерно в районе 20 градусов. Как бы такая летняя немножко дождливая погода. Текстура на сиденье, конечно, тоже не очень. Но, в принципе, пойдет нормально. Так, пассажирская сторона. Ну, точнее, как бы кондукторская. Здесь у нас имеется такая площадочка. Я вот сколько не ездил на подобных пазиках. У нас в городе их достаточно много. Здесь этой площадки я не замечал. Или у нас таких автобусов просто-напросто нету. Это именно городская версия. Я, видимо, катался на пригородных или межгородских каких-то версиях. Так, 17 сидячих мест плюс одно. Общая вместимость автобуса на 53 человека. Все выглядит достаточно хорошо. Текстура сиденья, все супер. Вообще, все как в реальном пазике. Вот именно, да, именно так оно и есть. Именно так все. Прям вот огонь. Видно, что автобус новый, по крайней мере, в салоне. Что он не убитый. Нету никаких тегов тут. Хотя добавило бы это тоже атмосферности. Но это как бы мододелы, колхоз. Все начнут делать. Это наляпают, блин, наклейки супер вообще. Ой, а что могу двери открыть? Ладно, не будем баловаться. А люк давай проверим. Естественно, работает. Естественно, пазиковский звук. Так, давай как-нибудь форточку попробуем открыть. О, может и распогодится. Смотри, небо-то какое чистое. А там не очень, нам как раз туда ехать. Здесь тоже наклеечка чуть-чуть отходит. Но это все неплохо, неплохо. Что ж, в принципе, по салону все. Давайте переходить за руль. И, собственно говоря, отправляться потихонечку. Так, убираем ручник. Ну и давайте попробуем тронуться, что ли. Резко. Звук хороший, мне нравится звук. Так. Тормоза очень резкие. Тормоза очень резкие. Я сегодня на оплате. Причем на оплате продвинутой. Так. Зеленый билет, 50 рублей сдачи. Так, зеленый билет на 50 рублей. Так, синий билет. А лишние дали. Подожди, вот. Все. Раз просто нажал. Так, 50. Синий билетик. Спасибо. 15 рублей сдачи. Так, 50. Зеленый билет. Здравствуйте. Так, опять у нас сколько тут получается? Так. Правильно, правильно. Здорово. Так, 20 рублей. Зеленый билет. 50 рублей сдачи. Вообще, почему я решил снять с оплатой? Потому что здесь монетница такая прикольная. Российские деньги. Все как надо, короче. И все это работает здесь корректно. Вот это мне понравилось. Поэтому я как-то вот и решил. У нас еще, в принципе, 10 минут. Я рано выехал. Вообще, расписание 41 маршрута гласит, что у нас еще обед. Поэтому я считаю, можно времечко промотать. Мы стоим, никому не мешаем. Остановка здесь гигантская просто. Поэтому не будет грехом просто взять и мотнуть времечко. Так, мотнули мы времечко. Никто у нас больше не подошел. Я думаю, двери можно закрыть. И, собственно, через примерно минутку уже можно отправляться в путь. Давайте посмотрим с внешки, как у нас все горит. Все отлично. Туманок у нас нет. Немножечко пошла ржавчина. Вообще, он какой-то из разных цветов состоит. Причем это я заметил на всех раскрасках. Ну, за исключением красный, синий. Мне они просто не нравятся. Я их и не проверял, если честно. Можете проверить, написать в комменты, как оно там вообще. Ну что ж, давайте потихонечку отправляться. Выключаем свет везде, чтобы нам он не мешал. Первое. И потихонечку стартуем. Едем мы по новому маршруту, добавленному в новой версии карты Чистогорск. Также еще добавлен еще один маршрут. 177 длиною в 21 километр. Наш же маршрут сегодня длиной всего в 9 километров. И этот автобус прям очень хорошо вписывается в этот маршрут. Вот прям как надо. Здесь как бы и город, и немножечко какой-то полудеревни. И вообще вся карта, она вот именно такая. Полугород, полудеревня. Блин, хотел отключить я пассажиров, но забыл. К сожалению, забыл. Так хотелось. Потому что они тут, так, не тот билет, очень мешают. Так, зелененький билет. Зеленый. Зеленый. 50 сдачи. Все, да, больше никто ничего не хочет. Ну и хорошо. Давайте все-таки включим панелечку. Да, мы на минуту раньше едем. Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Автобус хорошо разгоняется, хорошо едет. Поэтому как бы логично, что мы немножечко идем с опережением. Вообще, автор рекомендует как бы почитать мануал, идущий вместе с модом, который, естественно, есть в самом моде, который вы можете скачать по ссылочке в описании. Также я оставлю ссылку на автора данного мода. Там вы можете тоже совсем ознакомиться, все посмотреть, почитать и следить за разработкой этого мода. Лично я слежу, лично я его ждал. Также, также для корректной работы нужна версия игры 2.3.004. С другими версиями могут быть проблемы. У парней проблемы с текстурами. Есть текстуры, пропадают. Так что, я вам рекомендую пропатчить игру, либо переустановить, поставить уже, наконец, нормальную версию. Как все это сделать, есть в интернете. Ну, на крайняк напишите мне, я вам подскажу. Уже такие вопросы поступали. Да, тормоза чересчур резкие. Может быть, это мои настройки руля. Я еще не до конца настроил, потому что сам ставил чистую версию игры. И настройки, естественно, у меня подзбились. Так, так, держи. 50 рублей, зеленый билет. Так, не то даю. Так, вот. Все, да? Все, ждем. Да, автобус подзабивается, конечно. Не все, правда, сидят. Наверное, паспорт плохо настроен. Но, опять же, повторюсь, версия ведь не финальная. И все будет, все будет дорабатываться. А мы будем следить и ждать. Также тут автосцепление присутствует. Я сейчас еду именно на нем, потому что у меня опять какие-то глюки с передачами. В нейтралку не скидываясь. А вот не знаю, в чем проблема. Придется опять, наверное, перенастраивать полностью руль. Блин, ну очень резкие тормоза. Прям очень. Так, Волга, ты что, блин? Давай, поехали. Идем, у меня есть световой сигнал-то? Нету. Тормозим. Так, давайте так, задам, короче, да, тут дам. Что-то какой-то бак с озвучкой. Не по-русски некоторые говорят. Пассажиры. Ну да ладно. Даже как будто, смотри, на боковых тип тонировка немножко присутствует. Ну и реально, как бы, как реальные стекла выглядят. Вообще автобус прям очень похож на реальный. Я в реале вообще не фанат вот этих автобусов. Именно вот этой модели Пазика. Почему? Потому что, как бы, сидя там ехать нормально, да, слов нету. Все хорошо, сидишь и сидишь себе. Но стоять там очень неудобно. Вот именно вот в этом проходе, как бы, места очень мало. Вот, конечно, за счет площадок, может, он и вывозит. Блин, как это у нас верно все-таки? А, кстати, травы нету. Вот, мне кажется, зимой здесь будет прям обалденно кататься. Трава все равно зиму не нужна. Но летом, конечно, не то. Ну, так скажем, скосили траву и все. Так, давай так встанем. Здорово. Здорово. Так, зимой билет. Все, все. Поехали. Попробуем со второй трону. Че, как. Тяжко, тяжко. Понятно, надо с первой трогаться, а не со второй. Потряхивает, однако, потряхивает. Ну да, новые маршруты, конечно, супер. Вообще атмосферно все, как и в реале. Нам, кстати, осталось вообще копейки до двух тысяч подписчиков. Всем, конечно, спасибо огромное, кто подписан, кто подписывается. Я даже, наверное, в честь такого праздника стрим забабахаю, блин, постараюсь, но не гарантирую, но постараюсь. Да, мне вообще педальку нет, вот я буквально погладил ее, и она все, уже автобус тормозит. Я реально не знаю, как, блин, останавливаться по-нормальному. Так, окей, окей, окей. Поехали. Не тянет, давай вторую. Начинается. А, ну да, по поводу обновления Чистогорска. Обрисую для тех, кто не в курсе. Была проделана колоссальная работа автором над исправлением множества ошибок. Так, сейчас я поверну как-нибудь, да? Причем, как я и говорил, да, добавлены два новых маршрута. Переработаны старые маршруты, некоторые и объекты, само собой. Оптимизация улучшена. А вот, кстати, хочу отметить, что фпс вполне себе, вполне себе. 60 держится вообще стабильно. Прямо что надо. Так, розовый. Ну, здесь он фиолетовый, правда, не розовый, нифига. Здорово. Здорово. Так, зеленый билет. Добавили ЖД-переезд. Добавили две версии трафиковых автобусов. Также есть теперь автоколонна, обслуживающая 100 маршрут, 200 маршрут и 250 маршрут. И 116 маршрут переделан. Он теперь зимой ездит, не ездит с СНТ Яблонька, он ездит там где-то делает, в общем, разворот. Короче говоря, я тоже оставлю ссылку в описании на разработчика карты или же он разработчик обновления. Честно говоря, не подскажу. Можете тоже как бы почитать, там все достаточно подробно расписано. Но когда будете ставить, не забывайте про патчи. Патчи тоже нужно будет два поставить. Стоим на красном пока что. Ну да, конечно, что-то, блин, приборы плохо видно. Это вообще плохо. Грубо говоря, ты видишь скорость примерно там с 50-40. А что на красный-то все? А, да, здесь какой-то баг, короче. Я здесь тоже на красный тогда поехал, потому что зеленого ждал-ждал, а он так и не появился. Просто светофор сломан, а регулировщик на обеде. Вот и все. Бар, продукты, коктейли, соки, воды. А, ясно. Что еще надо, да? Так, никто у нас не заходит. В основном мы все катим по трассе. По какой-то городской трассе. Здесь где-то и будет 817 маршрут пересекаться, по-моему, с нами. Сейчас мы увидим. Пока трафиковых автобусов я не замечал. Но трафик прописан здесь, да, вот. Пересекается здесь 817-й, то есть. Трафик здесь прописанный свой. Не надо париться с пропиской трафика, как это на Магасе. Мне приходится вечно его прописывать, когда ставишь карту по новой. А сохранять, естественно, ты забываешь этот файлик. Ну да ладно. Зато всегда можно добавить свои автобусы в трафик. Да я нормально еду. Ну что вам надо, бля? Как эти пассажиры вообще меня накаляют. А без них скучно. Вот как быть? Звук какой-то немного баганный, походу. Тут, короче, вполне нельзя выжимать, иначе начинает какой-то шокальный звук просто происходить. Но немножечко мы встали. Небольшую пробочку, совсем маленькую. В принципе, мы не торопимся, как бы у нас и так вперед маршрута идем. Вот магнит есть, ТЦ-шка такая, прикольно, прикольно. В общем, да, здесь педальку в пол выжимать не нужно. Тут важна плавность хода, именно плавность хода. Тогда он адекватно идет, да. Ты там иди погуляй пока, ну. Завод. Остановка завод. Бляха. Я в зеркало смотрю, а оно зависло, блин. Я думал, я нормально еду, а я уже на бордюре все. И все, не отвертишься, блин. Так, зеленый билет, полтинник. Опять, чтобы научиться кассой пользоваться, вообще, мне бы не было цены. Купить, блин, автобусную кассу себе и на ардуинке сделать из нее. Тоже, блин, такой своего рода баттон-бокс. Ну, можно, кстати, заморочиться. Тут же есть настройка сдачи, типа. Можно на клаве сделать сдачу там. Ну, блин, опять же, на разных картах разные суммы. На том же, например, Чугуеве, там уже гривны идут на чецене, там, не знаю, какие там деньги у поляков. Доллары или не доллары. Улица Почтовая. Чуть-чуть проехали, бывает. Дойдут, ничего страшного. Вот это бесит меня, когда остановки... Ой, сорян. Когда остановки расположены вот просто так, без кармана. Бред какой-то, блин. Я такого, ну, редко где видел. Маленький кармашек всегда есть все равно. Так, а что там сдача-то надо было давать? Нет, вроде, да? Все, тогда и поехали. Правильно, конечно, что игра так плохо оптимизирована. Нельзя добавить больше объектов на карту. Все равно не так живенько. Вот, что-нибудь хочется еще каких-то мелочей добавить. Хотя бы даже в 2D текстурах. На какой там карте было? На, по-моему, Солнечногорск, где 2 алкоголика нарисованы. Были на дверях магазина. Вот. Вот это бы, блин, везде добавить. Как-то, правда, построено, блин, все прямо и прямо. Ну, в принципе, город, понятно. Что-то вообще не единого поворота. Так, давайте вот так вот там нормально будет. Во, все. Много мелочей ему дали. Эти чирики дал. Блин, таких уже вообще нету. Нафиг вы таких чириков. Жалуется он еще. Ты сотри на него. Много мелочей. Я ему раритет даю, блин. Давай, кочегарь. Не, ну, нормальный автобус, если бы не этот тормоз еще резкий. То вообще бы, блин, была булочка просто. Че там на них заходят? Нет вообще? Ну, все сырые, блин. Влажность в автобусе из-за них. Ужас. Спасибо. Попали мы на красный чуть-чуть. Ну, ладно, бывает. Покурим, покурим форточку пока поставим. Ну, да, конечно, интерактивом совсем мало. Можно было бы капот этот открыть. Ну, опять так, чисто по приколу. Например, кому-то касса вот не нужна, да. Вот возможности ее убрать. Что, что еще, что еще там. Не знаю, роль регулируется вообще в пазике? Нет, чтобы можно было его регулировать там, если это возможно в реале. Ну, вот эту вот тему решеточку открывать, чтобы для кондея. Там, не знаю, магнитолу. Там, не знаю, магнитолу. Ну, когда его раскачегаришь, он реально идет хорошо, в принципе, вот. Я его до 130 разгонял. И нормально, да тихо там. Ничего не за... А, у меня что, дверь опять? Два раза, что кнопку нажал. Ну, что они взад заходят? Так, двадцать пять. Подожди, что я тебе надавал вообще? Десять, пять, пятнадцать. И синий билет. Эх, голова дурная. Следующий давай. Зеленый. Держи. Зеленый, полтинник, сдача. Все. Все, поехали. Ну, слушай, по ямкам прет. Так, мягонько, так. Не айс, конечно, но... Гопотает неплохо. Но он же маленький, коротенький, в принципе. Вот, да, вот сколько мы, 70 ведем? Вообще, он хорошо идет. Так, здесь мы уходим направо. Наконец-то, блин, эти... Шоссе закончились. Вторая. Мне вот в общем себе нравится осень. Вот осень прям вообще хорошо выглядит. Скоро как раз осень. Потом зима, зимние рейсы будем делать. Му-у-у, кайф. По Новосибирску поездим зимой. Вот это будет вообще нормально. Так, а мы, получается, уже подъезжаем к конечной нашей остановке на сегодня. В целом, по автобусу какой вывод? Да, требуется немножко доработки, но... По большей части меня все-все устроило. Как, в принципе, и по карте, по новому маршруту, по фпсу, все огонь. То есть, как бы, блин... О, здесь-то как красиво вообще. Блин. Огонь. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится вообще. Но все равно пустовато. Вот столько... Какая-то такая-то цешка, а тут вообще пустота. Ну, может, она, конечно, закрыта. Блин, и здесь, смотри, какие дворики крутые сделаны. Прям огонь. Мне нравится. Надо было отсюда рейс начинать. Ну, ладно. Здесь у нас, по-моему, отстойник. Ладно, мы еще с вами прокатимся по этой замечательной карте. Так, я остановился не там, конечно, но ладно. Надо было чуть дальше остановить. Ну, что ж, собственно говоря, на этом, ребят, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. На этом разрешите откланяться. Смотрите прошлое видео по ОМСИП по ссылочке в описании. Делите... Вступайте в группу ВКонтакте. Также у нас есть Facebook, Twitter, есть Instagram, мой личный лайв. Везде подписывайтесь, вступайте, следите, задавайте вопросы. В общем, наводите. Везде актив. Буду очень рад вас везде видеть. Всем огромнейшего удачи. Всем счастливо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok